Всем привет! Сегодня мы создаем очень легкий рисунок, его сможет выполнить каждый, имея при себе набор акварели, две кисточки и настроение творить. Мы обильно смачиваем лист бумаги, чтобы акварель впоследствии сама сделала за нас всю работу, все красивые переходы. И желательно, конечно, бумагу взять акварельную, так как обычная офисная бумага может свернуться от такого количества воды, но если у вас нету, можно попробовать и на обычной бумаге. Лист мы смачиваем очень аккуратно, нежно, мы не будем тереть его кистью, чтобы не повредить. И в основном мы сейчас в работе используем широкую кисть. Я беру вот сейчас белый цвет, просто рисую спиральку, как бы млечный путь, чтобы получился. Затем добавляю немножко, вот у меня попалась мне в руки детская акварель, там есть золотой цвет, родственный цвет, также добавляю желтенький. И так мы прорабатываем в основном весь центр. Мы всегда берем сочетание родственных между собой оттенков, чтобы не было грязи. То есть мы смешиваем желтый с оранжевым, оранжевый с красным, красный с розовым, розовый с фиолетовым. Фиолетовый в свою очередь уже с синим. И к синему добавляем немножко черных точечек. Мы делаем точечки, полоски. Тут нет каких-то правил, как наносить краску. Вы наносите краску так, как вам хочется. И просто наблюдаете за процессом, как акварель сама растекается. Самое главное оставьте побольше светлого цвета в центре, чтобы потом красиво и ярко смотрелся силуэт львов. На этом центре. И вот единственный цвет, который можно наносить и добавлять к любым цветам, это белый, ну и черный. Они не дадут грязи. Сейчас я наношу белый поверх уже синих цветов. Тоже это все делаю по-влажному, чтобы оно все растеклось. И опять же сильно не тру рисунок, чтобы оно само за меня сделало всю работу. Каждый раз, вот пока еще лист влажный, нанося каждый слой краски, я не нажимаю сильно на кисть. Я жду, просто слегка-слегка прикасаюсь, чтобы краска она сама вышла на лист бумаги и растеклась. Если центр мы оставили светлым, то края мы обильно затемняем черным цветом. И не забываем каждый раз менять воду после того, как попользовались такими черными, синими оттенками. Потому что если мы будем пользоваться грязной водой, то на нашем рисунке будут некрасивые грязные пятна. И все излишки воды мы можем просто убрать сухой кисточкой, предварительно промокнув ее салфеткой. Вот сейчас я помогаю акварели растечься, я поворачиваю, дую на этот листик. Можно даже в принципе подсушить феном, она тоже прикольно размоется от потока воздуха. То есть вот при таком виде рисования, это просто все ваша фантазия, вы можете брать любые цвета, ну опять же родные по оттенкам. И никогда при такой работе, никогда не получится двух одинаковых совершенно работ. Если нам надо что-то поярче сделать, я поменяла воду, немножко опять смачиваю и добавляю яркие цвета. Мне кажется, что не хватило такой яркости. Но опять же я все это не тру, я буквально слегка прикасаюсь кисточкой, потому что если мы начнем это все тереть, то первый слой сильно размоется и уже будут грязные пятна. Продолжение следует... Так как я не сушила работу феном, до сих пор листик влажный и краска очень хорошо растекается. В принципе, если даже лист высохнет, можно аккуратно нанести чистой воды и точно так же добавить еще один слой, если вы хотите поярче. Сейчас я повторяю то, что уже делала. Я раздуваю краску. Можно сделать это феном. Ну и вот сейчас можно же в принципе оставить рисунок как есть, но мне хочется немножко сделать переходики тут. В тех местах, где синяя краска все-таки не закрасила светлые участки. И вот уже в самом конце, когда фон уже закончен, мы делаем легкие брызги по влажному, потому что по влажному они еще сейчас растекутся, еще создадут какие-то красивые переходы. И если нам нужны более четкие белые звездочки на нашем фоне, то мы меняем воду и уже чистой-чистой кисточкой, чистой краской делаем точно такие же брызги и они будут более четкие, более яркие. Ну, как вы все видите. Далее мы даем своему фону полностью просохнуть. Мы можем немножко раздуть эти звездочки, получатся полоски или он высохнет сам, но бумага должна высохнуть на 100%. И когда фон уже полностью просох, мы рисуем силуэты львов. Можно нарисовать это вручную, можно сделать шаблон, вот как я сделала, обвести просто по шаблону. Здесь могут быть силуэты не только львов, могут быть силуэты людей влюбленных. В общем, рисовать можно все, что захотите. Это заключительный этап нашего рисунка. Сейчас мы просто закрашиваем наших львов черным цветом и используем минимальное количество воды, чтобы рисунок получился более ярким. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Наши львы готовы! Напишите в комментариях, получилось ли у вас нарисовать и сколько времени занял рисунок. Ставьте лайки, подписывайтесь!